Новогодняя гирлянда В темное время суток выглядят мирно и уютно. Загородные трассы загадочны, манят романтикой путешествий. Но порой мы забываем, что этот ночной мир смертельно опасен для пешеходов, рискнувших приблизиться к проезжей части. Ведь расстояние, с которого водитель может заметить пешехода в темноте, зачастую меньше, чем длина тормозного пути автомобиля. Увы, люди очень часто не понимают, какой опасности подвергаются ночью на дороге. И за свои ошибки порой приходится дорого платить. С 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в пункте 4.1 правил дорожного движения. Раньше пешеходам в темное время суток в условиях недостаточной видимости рекомендовалось иметь при себе световозвращающие элементы, чтобы водители могли видеть их издалека. Отныне, вне населенных пунктов, пешеходам не просто рекомендовано, они обязаны носить световозвращатели. За нарушение этого пункта правил предусмотрено административное наказание. Что же такое световозвращающие элементы и для чего они нужны? Проведем простой эксперимент. Наш пешеход в привычной темной одежде будет стоять у обочины на загородной трассе. Мы медленно подъедем к нему, а затем замерим расстояние, на котором он станет виден водителю. 45 метров. Между прочим, именно такой тормозной путь проходит по сухому асфальту автомобиль, едущий со скоростью 60 км в час. Если скорость окажется хотя бы чуть-чуть выше или дорога будет мокрой, автомобиль не успеет остановиться. А ведь на трассе автомобили ездят со скоростью 90 км в час и выше. Ночные пешеходы часто не отдают себя отчета в том, какому риску сами себя подвергают. Вспомним, как устроен человеческий глаз. Когда человек находится в темноте, его зрачок расширяется, и он начинает различать плохо освещенные предметы. Напротив, когда мы смотрим на яркий свет, зрачок сужается, позволяя нам видеть оттенки светлого. Так вот, у пешехода, идущего по ночной дороге, зрачки расширены, и он отчетливо различает все вокруг. Поэтому часто люди ошибочно думают, что они хорошо видны со стороны. На самом же деле, водитель за рулем видит лишь участок дороги, освещенный ярким светом фар. Его зрачки сужены, и он абсолютно не различает оттенков в темноте. До тех пор, пока свет фар не высветит пешехода целиком, человек на дороге остается для водителя абсолютно невидимым, как призрак. Исправить эту ситуацию можно двумя способами. Либо пешеход должен иметь при себе яркий источник света, либо он должен отражать свет фар с большого расстояния, и не куда-нибудь в сторону, а точно в направлении водителя. Как известно, отражать свет может любая глянцевая поверхность, например, простое зеркало. Проблема в том, что зеркало отражает свет под углом, угол падения равен углу отражения. И если направить зеркало точно на водителя, то он увидит свет собственных фар, и сразу заметит пешехода. Но если зеркало повернуто хотя бы на несколько градусов в сторону, в темноте оно оказывается незаметным. Он будет отражать лучи света именно туда, откуда они пришли. Такая поверхность называется световозвращатель, катафот или фликер. По легенде, английский рабочий Перси Шоу изобрел его, увидев, как светятся глаза кошки в темноте. По своему устройству катафоты бывают двух типов – угловой и сферический. Первый – это полимерная пленка, на которую нанесены маленькие прозрачные призмы пирамидки. Луч света, попавший на призму, дважды отражается от ее граней и разворачивается на 180 градусов. По такой технологии изготавливаются, например, наклейки, значки, световозвращатели для велосипедов. Сферические катафоты устроены иначе. Они состоят из тысяч микроскопических стеклянных шариков, нанесенных на ткань. Преломляясь в них под определенным углом, луч света возвращается в обратном направлении. Этот метод удобен при изготовлении, например, нашивок на одежду. Как видите, обе технологии достаточно сложные. Ведь если призмы или шарики будут хоть чуть-чуть неправильной формы или сделаны из некачественного материала, катафот работать не будет. Каждый катафот имеет определенный коэффициент световозвращения. Чем выше этот коэффициент, тем качественнее фликер. К сожалению, сегодня в магазинах и на рынках часто можно встретить дешевые подделки. Такие световозвращатели почти незаметны в свете фар, и толку от них немного. Современные световозвращающие элементы могут быть самых разных видов. Жилеты, кепки, брелоки, наклейки, значки, пояса, браслеты и так далее. Производят их из световозвращающей пленки, которую доставляют на производство в больших рулонах. Из этой пленки можно вырезать фигуры, наклеивать на предметы. Поверх нее можно наносить текст, рисунки. А школьница из Татарстана Яна Гадельшина даже разработала креативный проект. Клеить световозвращающую пленку на пластиковые бутылки от молока. Когда молоко выпито, из пластика можно вырезать прекрасные браслеты для ношения в темное время суток. Ну что же, проведем еще один эксперимент. На этот раз наш пешеход наденет всего лишь два световозвращающих браслета. Такие браслеты очень удобны. Безразмерные, затягиваются сами, и их всегда можно носить с собой. Посмотрим, помогут ли они водителю увидеть пешехода издалека. 250 метров. Два маленьких браслета сделали нашего пешехода видимым с расстояния в четверть километра. А ведь этого достаточно для того, чтобы остановиться даже на высокой скорости. И даже на обледеневшей дороге. Дети. Самые беззащитные участники дорожного движения. Они с огромным удовольствием носят различные фликеры. Веселые наклейки, значки, подвески. С точки зрения ребенка, яркий, а тем более светящийся в темноте элемент одежды – это красиво. Отчего же взрослые стесняются носить то, что может спасти их жизнь? Издревле россияне привыкли носить темную невзрачную одежду. Отчасти из-за холодных зим, отчасти из-за дорожной грязи и пыли. Во многих странах, взрослые, даже пожилые люди охотно одеваются в яркие цвета – желтый, красный, голубой, зеленый. С их точки зрения, одеть на себя яркий световозвращающий аксессуар – это модно и стильно. Пора и нам перенимать этот опыт. Ведь в зоне риска ночью оказываются не только пешеходы или велосипедисты, но и сами водители, которые по какой-то причине вышли из автомобиля. Например, подкачать колесо. Почему бы каждому водителю не возить с собой световозвращающий браслет или жилет? На всякий случай. Почему бы каждому человеку, знающему, что вечером он может оказаться на дороге, не иметь при себе хотя бы световозвращающий значок? А если вы позаботились о себе, позаботьтесь и о своих родных, о детях. Так, ведь безопасность не может быть немодной. Безопасность пешеходов в первую очередь дел рук самих пешеходов. Никто не обязан заботиться о нас на дороге, если мы сами о себе не заботимся. Поэтому, выходя на проезжую часть дороги, даже на пешеходном переходе и на зеленый сигнал светофора, нужно вначале предварительно убедиться, что это безопасно. Посмотреть налево, потом направо, двигаясь ночью по трассе, важно идти навстречу движению автомобилей и иметь при себе световозвращающие элементы, ведь они могут спасти вам жизнь. Берегите себя.